Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим сейчас разговор о послании апостола Павла к римлянам и обратимся к шестой главе. Шестая глава содержит довольно много важных идей и не менее важных формулировок, которые, как и многое в этом послании, в значительной степени сформировали образ мыслей христиан во все последующие столетия. Начинается же шестая глава с попытки Павла, именно попытки, сказать читателю о том, что действие закона прекратилось, но при этом не сказать, что закон отменен, закон отменяется. Это важно было, потому что, с одной стороны, для апостола очевидно, что мы теперь находимся под благодатью. В предыдущей пятой главе он говорил о том, что как смертью Адама, грехом Адама смерть вошла в мир, так праведностью Христа в мир вошло спасение и благодать умножилась. Ну вот, это взгляд с одной стороны. Теперь с другой Павел говорит о том, что вот люди, к которым он обращается, и он сам, и римские христиане из иудеев, и христиане-язычников, из язычников по всему лицу земли, теперь не находятся под действием закона. Но при этом, если он дерзнет сказать, что закона просто уже нет, что он был для иудеев до пришествия Христа, а теперь, вообще говоря, его существование потеряло смысл, к чему ведет на самом деле ход мысли апостола в предыдущей главе. Так вот, если он дерзнет это сказать, он подвергнется массированному осуждению с самых разных сторон. Иудействующие христиане, которые считают все равно необходимым соблюдать иудейский закон, причем это ведь тоже не просто так какие-то последние люди, а наоборот, весьма и весьма авторитетные христиане, авторитетные общины. Иудеи, так сказать, в чистом виде, не принявшие Христа, да вплоть до римских властей, все обрушатся, и никто не захочет слушать апостола Павла, все на него обрушатся. Поэтому он очень тщательно выбирает выражение и пытается, в общем, ту же самую мысль, найти какую-то возможность выразить, не прибегая к прямым, в сущности, словам. И вот, говоря о том, почему же теперь, христиане, почему теперь мы не под законом, а в каких-то других отношениях с Богом, в результате жертвы Христовой, Павел говорит, вот такой находит он поворот мысли, логическую последовательность идеи, он говорит, мы теперь умерли для греха. В сущности, на самом деле, в шестой главе мысль его, конечно, в том, что мы соединяемся со Христом, и это значит, что соединяемся с Ним и в Его смерти, и в Его воскресении. А раз мы соединяемся с смертью, значит, мы умерли для греха, значит, уже закон не имеет к нам прямого отношения. Вот, собственно, с этого он и начинает. Мы умерли для греха, теперь все по-другому, потому что в самом первом стихе он под текстом, за записанным текстом размышляет о том, что в результате греха, в результате появления закона формируется некоторое видение и понимание того, что такое грех, и для того, чтобы спасти людей, потребна преизобилующая благодать Божья. И вот он говорит, ну и что же теперь ради того, чтобы изобиловала благодать Божья, нам грех, что ли, умножать? Нет, потому что теперь вообще между определяющим грех законом и нашей жизнью, нашим существованием никакой связи нет. Мы все, мы умерли для греха. Все, и теперь уже не можем в этом жить. Кстати, нужно заметить, что эти слова Павла в христианской мысли не раз люди пытались понять и истолковать, ну, по совести сказать, с изрядным трудом, потому что, а насколько реально к нам имеют отношение эти слова? Красиво звучит. Мы умерли для греха, чудесно совершенно дальше. Все мы, крестившиеся в Иисуса Христа, в смерть его крестились, мы умерли, соединены с ним, подобием смерти его. А это в самом деле так или нет? Понимаете? И вот нередко христиане задают себе вопрос, а ты действительно умер? Я. Ты действительно умер для греха? И его прелоги, образ помышления греховные не находят отклика в твоей воле, в твоем разуме, в твоих чувствах, в твоих эмоциях, в твоей личности. Ну, там, чаще мы говорим о душе, но это довольно малосодержательный термин. Понимаете? Вот так ли это в самом деле? Умерли ли мы для греха? Это очень важный вопрос, неочевидный, неочевидный. Невозможно сказать в ответ «Да, точно, все прекрасно, мы уже умерли для греха». Потому что, знаете, подобно тому, как Христос говорит, верующий не согрешает. Верующий не согрешает. А точно так. Вот. Это вопрос, который необходимо себе задавать. Необходимо. Можно и по-другому как-нибудь аллегорически понимать эти слова. Нередко эти слова апостола понимают так, что власть греха над людскими сердцами уже какая-то ограниченная и неокончательная. Ну, это все, в общем, отговорки. На самом деле, конечно, за категоричной формой высказывания апостола Павла стоит очень, ну, скажем так, динамичное содержимое, когда каждый из нас осознает, что мы на самом деле с одной частью своего существа хотели бы умереть для греха, а другой вовсе нет. И Павел будет об этом говорить буквально страницей дальше. Теперь апостол также предлагает здесь читателю, дальше с третьего стиха начинаются ужасно важные формулы, ужасно важные вещи. Он говорит, вот так формулирует, все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерти его крестились. Ну, во-первых, обращают на себя внимание, что где-то между, скажем, евангельским контекстом и той ситуацией, в которой эти стихи пишет апостол Павел, произошел некоторый сдвиг понятия о крещении, что это люди, что под этим словом люди понимают. Потому что, если в Евангелии, ну, скажем, говорится о крещении, как омовении от грехов, о крещении, как о знаке вступления в завет, вернее, даже, конечно, для иудеев, не вступление, а возобновление завета с Богом, знак обновления, чуть позже, где-нибудь в начале деяний, вскоре после Пятидесятницы, можно увидеть слова о крещении во имя Иисуса Христа. Это уже представление о вступлении людей в завет с Богом через Иисуса Христа, имя которого наречено над остатком народа Божьего. Здесь Павел говорит слова почти привычные, почти всем совершенно узнаваемые из его читателей, но на самом деле другие, когда он говорит о том, что мы крестились во Христа Иисуса. И даже впоследствии церковь, обратите внимание, заменила эти выражения апостола на слова о крещении во имя Отца и Сына и Святого Духа. Павел же говорит о некоем омовении, в котором человек... Вот представьте себе некий глагол, что-то он делает, пусть это будет малопонятный, греческий глагол «баптизо» в креста Иисуса. Что апостол мог иметь в виду? Потому что не совсем очевидно, что современные, скажем, догматические формулировки или богослужебные формулы совершения таинства четко соответствуют тому, что говорит Павел, они скорее соответствуют евангельским представлениям и евангельскому контексту. Павел говорит о некотором погружении. Вот это вот «баптизо» его, его им вкладываемый смысл в слово «крещение», оно, видимо, для самого апостола означает погрузиться, углубиться в Иисуса Христа, войти в него и в каком-то смысле стать им. Отчасти рифмуется с этим его мысль о том, что уже не я живу, но живет во мне Христос. Так здесь он говорит о том, что мы крестившиеся, теперь мы живем в Христе. И вот в шестой главе этот образ для него чрезвычайно важен. И вот он говорит, что значит «крестились», что значит «погрузились во Христа». Потому что, говорит апостол, мы погреблись с Ним крещением в смерть, углубились, погрузились в Его смерть, в Его смерть. Это не просто завет с Отцом Небесным через Иисуса Христа заключенный. Знаете, как в каком-то смысле договор через посредников. Это именно наше соединение со Христом. И вот Павел говорит об очень важной его вещи, что мы крестились в Его смерть, погреблись с Ним крещением в смерть. тем самым апостол подразумевает, что мы соглашаемся на то, чтобы Христос умер за нас. Соглашаемся на то, чтобы Его смерть была жертвой за наш грех. Это с одной стороны. А с другой стороны мы соглашаемся разделить с Ним последствия Его праведности. Потому что смерть Христова в богословии Павла в каком-то смысле есть плод, результат любви Отца, верности Христа и безумия падшего мира, в котором происходят евангельские события. И таким образом для апостола Павла где-то здесь речь идет именно о несении креста, о том, что, как он тоже у него есть в одном письме, потрясающая идея. Он говорит, я восполняю в мое плоти недостаток страстей Христовых. То есть он, ну это ужасный, конечно, корявый перевод. Смысл высказывания Павла в том, что теперь Христос страдает в этом мире, вот в этот день, в нем, в Павле. Таким образом, для него на самом деле Христос и все его чадо, все его верные, все его ученики соединены в этом общем крестном пути. И вот поэтому, он говорит, мы погреблись крещением в смерть Иисуса Христа, погреблись вместе с ним. или, можно сказать, приобщились его смерти. Она стала и нашей тоже. Вот здесь довольно обширное тоже поле для толкований частных, как ты сам воспринимаешь это. А апостолы же продолжают свою мысль потрясающим таким пепско-очень поэтичным выводом. Он говорит, мы погреблись с ним крещением в смерть, но и воскреснем с ним, потому что он уже воскрес. Чтобы как Христос воскрес из мертвых, славой Отца. Тоже обратите внимание, как он поразительно объясняет, формулирует, почему, что произошло в воскресении Христовом. Ведь воскрес славой Отца, тем непостижимым для человека действием Отца Небесного в мире, которое совершается во Христе непосредственным образом. Вот это вот слава Отца, это ведь та самая слава, шехина, которая сияющим облаком наполняла храм или перед народом израильским шла в столпе огненном ночью и в столпе облачным днем. Вот это сияние славы Божьей, это то, что воскрешает Иисуса Христа. Он воскрес славой Отца. И вот он говорит, собственно, ключевая картина, которую Павел здесь пытается описать, что мы умерли для греха, потому что мы соединены с умершим Иисусом Христом, мы в это крестились, мы этот путь выбрали, быть в нем, быть с ним. Но и поскольку славой Отца Христос воскрес, мы и воскрес, но тоже надеемся с ним, его воскресение становится нашим воскресением, так же, как его смерть становится нашей смертью. И вот далее, в шестой главе, он несколько раз пытается чуть по-другому сформулировать, видимо, в поисках отточенной идеальной формулировки, в конце концов, оставляя на папирусе результаты этих своих поисков, так что у нас есть несколько вариантов того, как Павел пытается сформулировать эту идею. Вот в пятом стихе, скажем, он говорит, потому что раз мы соединимы с ним подобием смерти, его, так должны быть соединены с подобием воскресения. вот начинается таким образом, да, похоже, то, что с нами происходит, когда мы отказываемся от греха, когда мы отказываемся жить по законам этого мира и пытаемся жить по законам Христа и по правде Христовой, мы, говорит апостол, вот соединены с ним подобием смерти его, потому что это иногда мучительно больно. и мы принимаем, кроме того, на себя последствия своей греховной жизни, понимая, что из этого не выйдешь, иначе, как чем через смерть. Но мы должны, говорит апостол, логично, следует, необходимо, правильно, чтобы мы были соединены с ним и подобием его воскресения. Как это происходит? Следующее объяснение, новое, в той же фразе. Он говорит, мы знаем, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упроизнено было тело греховное, ибо умерший освободился от греха. То есть, теперь так он видит все ту же картину. Мы умерли со Христом и с ним воскреснем. Он говорит, что в нас есть некоторая непреображенная, недостойная Бога или неспособная до Бога подняться часть или образ, облик человекосостояния, называют это верхним человеком. Вот он распят с Иисусом, чтобы нам уже не быть рабами греха, чтобы нам освободиться от греха. Вот как он теперь, следующий способ, видит это наше крещение в смерть Христову. А если мы умерли, то веруем, что и жить будем с ним. Вторая половина все той же логической картины. Потому что мы знаем, что Христос, воскреснув, уже не умирает, смерть не имеет над ним власти. То есть, Павел говорит о том, что если она над ним не имеет власти, значит, над нами соединившимися с ним в смерти, она тоже не имеет власти. И при всем этом, да, в глубине, так сказать, сознания, Павел все время имеет в виду, что разговор идет о том, что мы с грехом не в отношениях закона и наказания, а в отношениях смерти. Мы умерли для греха. На самом деле, вот, то, что мы соединяемся, как он говорит, со Христом, его в подобии смерти христовой, это значит, что мы в первую очередь умираем для греха. Прямо, буквально, апостол видит, явно, совершенно, перед глазами картину, как вылезает из бездны страшный грех, как чужой в фильме Ридли Скотта, и говорит, где Иван Иванович? А Иван Иванович умер, все, его нету, и этот грех превращается в слизистую лужицу и исчезает. Вот, буквально, мы умерли для греха, для Павла это важно увидеть зрительно, у него вообще иногда действительно такие страшные, яркие картины перед глазами, которые он пытается описать. Поэтому, вот здесь, вот, там, в шестом, в седьмом стихе он говорит, что умерший освободился от греха. Ну, потому что тоже он опасается прямо без пояснений об этом говорить. Дело в том, что и уже в те времена и потом тоже бывали известны разные полубезумные, а может быть и вовсе безумные пропагандисты, не хочется называть их проповедниками, которые несли, прости господи, совершеннейшую околесицу про то, что а вот давайте мы теперь умрем, все самоубьемся, да, пока еще хоть что-то соображаем, и дальше будет нам хорошо и будет там у нас жизнь вечная или мы просто избавимся от страданий и так далее. Поэтому сказать просто так вот прямо мы умерли для греха без пояснений Павел тоже не может, потому что ну он же реалист и кроме того понимает, куда пишет и знает, что время вот такого рода течения тоже были не вовсе безызвестны. Поэтому у него где-то в голове тоже на краю сознания еще и такое опасение есть. Мало того, что кто-то может начать обличать Павла и клеймить его позором и другими нехорошими словами за то, что он там отменяет иудейский закон, а кто-то может принять буквально его слова о том, что мы умерли для греха и вены себе вскрыть тоже ничего хорошего. Поэтому апостол очень многословно в каком-то смысле говорит о том, о чем он говорит в этой первой половине шестой главы с первого по тринадцатый стих. И вот он говорит о том, что то, что Христос умер, означает, что смерть уже не имеет над ним власти. Ну и мы теперь тоже думаем о том, что если мы скрестимся во Христа, погружаемся, углубляемся в Него, соединяемся с Ним подобием смерти, его смерть уже не имеет над нами власти. Ну, то есть умирать-то мы умираем, конечно же. Но при этом не этим фактом определяется наша вечная судьба, скажем так. Смерть не имеет над нами власти, потому что мы надеемся жить с воскресшим Христом. Так и вы, говорит он, почитайте себя мертвыми для греха. Вот он нашел формулировку, которая его устраивает и которая никак не может считаться призывом к каким-то там экстравагантностям. Вот он говорит, вы считайте себя мертвыми для греха, думайте о себе как о умерших для греха, но живых для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. И поэтому здесь у него как вывод из этой поразительной фразы 11 стиха еще одна картина, еще один образ перед глазами возникает. И вот он говорит, ну вот потому что, он же обращается к людям, которые половина случаев рабы, потому что кому вы принадлежите, тому и служите. вот и поэтому если грех царствует смертным телевашим, если вы не считаете себя мертвыми для греха, то тогда и грех царствует телевашим, вы ему повинуетесь, и дальше он говорит о том, что вы будете рабами греха, рабами греха к смерти. Если же вы почитаете себя мертвыми для греха, следовательно, дальше Павел рассуждает и тела ваши, все человеческое существо, оно живо для Бога, оно наполняется праведностью, является рабом праведности во Христе или рабом Христа к праведности. Тут Павел меняет оттенки своих высказываний и тогда плод всего этого будут дела святые. Значит, еще раз, вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми для Бога во Христе Иисусе. И вот он говорит, это теперь ваш выбор вне зависимости от того, что произошло с законом. Закон вообще остался где-то далеко позади в предыдущей главе. Вот этот выбор рабы греха и значит всякая мертвичина и в конце концов дела, которых теперь стыдитесь и смерть, или вы рабы праведности во Христе Иисусе, рабы Бога во Христе Иисусе. Тогда результаты этого пути дела святые и плод ваш есть святость. Для Павла также важно, чтобы читатели увидели, что если вы действительно умерли для греха, то вы уже не под законом, потому что под законом грех, под законом состояния греховности, греховные поступки людей. Но если вы для всего этого умерли, закон уже не имеет к вам отношения. Таким образом, он не говорит о том, что закон перестал существовать или отменился. Он говорит о том, что мы теперь, поскольку в завете с Богом через Иисуса Христа и крестились в его смерть и, соответственно, в его воскресение, мы из-под закона вышли в другие отношения, в другой завет с Богом. И заканчивая вот эту череду мыслей, вернее, не заканчивая, а переходя к седьмой главе, которая на самом деле непосредственным образом шестую продолжает, Павел говорит, ну вот, теперь вы освободились от греха, стали рабами Богу, плод ваш святый, конец жизни вечная. И заканчивается эта глава, этот раздел текста апостола удивительными его словами о том, что ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий жизнь вечная во Христе Иисусе. На самом деле, по структуре фразы получается, что мы можем сказать возмездие за грех смерть, возмездие за праведность жизнь вечная, или то, что дается Богом, так условно говоря, дар Божий, за грех смерть, за праведность жизнь вечная. Вот Павел это формулирует, чтобы были видны еще эмоциональные оттенки, возмездие для греха, а для жизни вечной, а для дар Божий жизнь вечная во Христе Иисусе. Почему он говорит дар Божий вместо греха, в противоположность греху? Потому что он только что сообщал, что мы воскресли к праведности, что мы приходим к праведности, становимся рабами Бога во кресте даром, по дару Христа, а не как результат каких-то тех или иных наших действий. Ну вот эта мысль, этот образ апостола тоже, в общем, может очень по-разному в разных, так сказать, направлениях толковаться, он, по-видимому, такой сложный, многомерный. И на нем, в общем, заканчивается шестая глава. Дар Божий жизнь вечная во Христе Иисусе. Дар, который дается тому, кто умер для греха и соединяется со Христом подобием смерти его. Продолжение следует...